И снова здравствуйте! Здравствуйте! Все мы любим природу, радуемся как дети, когда удается побродить по лесу, по травке. Однако есть такие маленькие букашки, которые тем не менее могут причинить немало бед и испортить все впечатление от природы. Эти букашки, они маленькие, их в общем-то и не видно. Их зовут Клещи. К нам пришла Татьяна Владимировна Вандышева. Ну, скажем так, замначальника Роспотребнадзора. Вот она по своей профессии очень хорошо разбирается в этих букашках и может дать нам какие-то советы, как избежать этих несчастьй. И вполне возможно, если вы будете внимательно слушать ее советы, это сохранит вам жизнь. Итак, добрый день, Татьяна Владимировна. Добрый день. Первый вопрос такой. Что могут подарить, конечно, в кавычках нам клещи? Ну, клещи – это кровососы. При кровососании могут передавать возбудители таких болезней, как клещевой вирусный энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, крымская геморрагическая лихорадка, клещевые рикетсиозы, анаплазмоз человека, монастарный эрлихиоз человека, лихорадка западного Нила. Это очень много заболеваний перечислено, но для Самарской области характерны клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, а также в 2012 году у нас впервые зарегистрированы случаи лихорадки западного Нила, которые передались через клещей. Ну, вы, конечно, нас немножко успокоили, но не очень. Какова обстановка с ними проклятыми в нашей Сызране? Вот в период эпидемического сезона в городском округе Сызране количество лиц, обратившихся за медицинской помощью по поводу присасывания клещей, колеблется где-то от 150 до 250 человек. Вот так, например, в 2011 году обратилось за помощью 158 человек, в 2012 году 279 человек, из них каждый третий – это ребенок. И вот за истекший период 2013 года уже обратилось за медицинской помощью 103 человека, в том числе 26 детей. Это только по поводу укусов клещами. Случаев клещевого вирусного энцефалита на территории городского округа Сызране последние где-то 5-6 лет не регистрировались, но регистрируются случаи клещевого боррелиоза. Ежегодно в единичном случае этого заболевания регистрируется. Рен-Рейский не слаще? Ну, клещевой вирусный энцефалит опасен тем, что поражается центральная нервная система и летальные исходы нередки. Боррелиоз легче заболевания протекает, в основном поражается опорно-двигательная система и, как чаще всего, выздоровление без последствий. Дети какого возраста? Дети самого разного возраста у нас и до 2 лет есть. Есть дети от 2 лет до 17 лет. До 17 лет, поскольку у нас тоже еще дети считается. Но вот в Самарской области хочу сказать, что клещевой вирусный энцефалит регистрируется. Вот в прошлом году было зарегистрировано 2 случая. Это были жители Волжского и Челновершинского районов. А каков период наиболее опасен? Наиболее опасен период – это период активности клещей. Это где-то конец апреля-май. И второй период – это где-то конец августа-сентябрь. То есть у клещей есть 2 периода активности. То есть для спокойного хождения босиком по лесу? Это лучше июнь, июль, ну, начало августа где-то. Хорошо. Вот все-таки мы попались. Пришли и обнаружили на себе клеща. 1, 2, 3. Каковы действия наши должны быть? Ну, конечно, если обнаружили на себе клеща, лучше всего обратиться за медицинской помощью в лечебное учреждение, где окажут специализированную медицинскую помощь. Но не всегда бывают такие ситуации, когда мы можем обратиться в лечебное учреждение. Раздавить. Если нет такой возможности обратиться, нужно удалить как можно скорее. Я говорю, раздавить. Раздавить нельзя. Поскольку если раздавить клеща, и он инфицирован клещевым энцефалитом, то мы тем самым способствуем проникновению вируса в кровь. Поэтому нужно стараться не оторвать хоботок, который уже погружен в кожу. Нужно захватить клеща любым способом и повернуть его вокруг своей оси на 360 градусов. Выворачивать. Выворачивать, да. И удалять тем самым ранку. После удаления обязательно необходимо продезинфицировать раствором йода, либо спиртом, либо любым дезинфицирующим средством, которое есть под руками. А поскольку не нужно ничего капать на клеща и ждать, когда он отпадёт. Да, вот говорят масло подсолнечное. Вот сам он не отпадёт. То есть под маслом будет спокойно жить? В любом случае его нужно выкручивать. Да, клещ не отпадает, а он в это время продолжает вводить кровь в возбудители болезней. Поэтому клеща надо удалить как можно быстрее по мере обнаружения. Ну и вообще, конечно, желательно обратиться в медицинское учреждение, чтобы оказали экстренную профилактику клещевого манцефалита, то бишь ввели противоклещевой моноглобулин. И этого клеща желательно на исследование отправить. То есть, в общем-то, когда его вывернуть, его не выбрасывать? Желательно не выбрасывать. Положить его в какой-нибудь пенсилиновый флакончик, который плотно закрывается, и отвезти в Самару. То есть лечебные учреждения дают направление на исследование клеща на энцефалит и боррелиоз. И больной, пострадавший сам, его может доставить в Самару на Метерёва-1, где сделают его в течение суток исследования и скажут, заразен этот клещ и заразен чем энцефалитом, либо боррелиозом, либо он совершенно не опасен. То есть, если человек пошел за грибами, кроме ножей и корзинки, он должен иметь пинцет и флакончик, пустой флакончик, флакончик с йодом, пустой флакончик. Но не обязательно это так, поскольку можно и не допустить присасывания. То есть нужно проводить осмотры. Нужно одеться, во-первых, так. Сейчас, секундочку. Я хотел, вот, предварительно, мы еще с этим не закончили, я хотел спросить, каков, ну, такой реально эффективный период между обращением, допустимый период между укусом и обращением в больницу? Чтобы ввести противоклещевой моноглобулин для профилактики, необходим трое суток. То есть это, чтобы в течение трех суток от момента присасывания клеща нужно обратиться в лечебное учреждение за экстренной профилактикой. Если этот период упущен, то в любом случае обращаются в медицинское учреждение, и медики устанавливают медицинское наблюдение на период, там, три недели. То есть проблем больше, говорит? Ну, с ежедневным, там, замерением температуры. То есть если взрослый человек, он, в принципе, должен сам замерять температуру в течение трех недель. Если ничего, все нормально, значит, человек не заболел. Так, и чтобы закончить нам вот эту историю, когда мы уже попались, то есть, я понимаю, так, необходимо после любого посещения леса, и, наверное, не обязательно леса, мы можем, скажем, вот в Сызране, в парке где-нибудь подхватить клеща? Да, конечно. Потому что, поскольку клещи, они обитают на травяной растительности. Реже на кустарник, но они никогда не заползают на деревья. Не падают, не прыгают с них, то есть, где есть трава, по большому счету, там могут быть и клещи. То есть все наши парки, лесопарковая наша зона, поскольку еще с 2009 года территория городского округа Сызрани у нас включена в список территорий эндемичных по клещевому энцефалиту. То есть у нас были случаи присасывания клещей, которые в последующем исследовались, и в них был обнаружен вирус клещевого энцефалита. Есть шанс пройти от дома до магазина и по дороге, в общем-то, получить... Как бы не сказать, что 100%, но можно. Но можно. Но можно. Поскольку мы живем неизолированы от природы, у нас не все заасфальтировано. Приедя домой, особенно после леса, неплохо бы нам раздеться. И посмотреть. Особенно у кого есть домашние животные, с кем гуляют по лесу, необходимо посмотреть и домашних животных, поскольку укус клеща опасен и для наших питомцев, особенно для собак, у которых летальные сходы даже бывают. Что-то вы нас пугаете. Ну, не так все страшно. Хорошо. А как защититься? Ну, я знаю, есть в армии, есть воинский такой комплект химзащиты. В нем надо идти в лес? Как защищаться? Ну, совершенно необязательно надевать химзащиту. Я у вас вижу картинку, где очень близко. Но это не химзащита. Просто хочу сказать, что должны быть определенные правила для посещения леса. Во-первых, выходя в лес, парк, нужно одеться таким образом все-таки, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду. То есть это можно либо брюки заправлять в сапоги, в гольфы, в носки. И желательно надевать светлую одежду, на которой этого маленького насекомого будет заметно. Он размером с клопа меньше, больше? Ну, где-то да, такого размера. Но когда он уже насосется кровью, он уже такой довольно-таки большой. У него головка маленькая, и такое большое тельце становится. Тулыще раздувается. Вы-ка признаетесь, сами-то ловили на себе клещей? На себе ловила, но не присасывающихся, не присосавшихся клещей. То есть успели? Да, но снимала с собаки. Как вы обнаружили у себя? Ну, всё равно человек ощущает, что где-то что-то вроде как ползает, что вроде какое-то такое не совсем приятное ощущение. Но он у меня был не присосавшийся клещей, поэтому мне повезло в этом плане. Но ещё хочу сказать, что эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными химическими средствами. Можно обработать. Это акарицидные, которые убивают клещей, репелленты, которые отпугивают клещей, или акарицидно-репеллентные, отпугивающие-убивающие. То есть во всех аптечных учреждениях сейчас это в достаточном количестве, в избытке, можно подойти, проконсультироваться и выбрать себе то средство, которое считаете необходимым. Это, ну, опять же, не нужно вот на такую одежду, которая белоснежная, просто это могут тоже оставаться следы. Но ещё один из способов профилактики клещевого энцефалита – это всё-таки у нас есть вакцина. Лучше вакцинации ничего от клещевого энцефалита не защищает. Но у нас проводится вакцинация. Это профессиональным группам риска, которые работают, эпидемический сезон передачи клещевого энцефалита в природном очаге. Лесники, егеря, охотники. Вот вакцинация состоит из двух внутримышечных инъекций с оптимальным интервалом 5-7 месяцев. То есть начинается вакцинация где-то октябрь, и вторая вакцинация где-то март. Весной. Весной. Как бы вот последняя прививка делается не позднее, чем за две недели выхода в очаг. Поэтому у нас есть жители, кто выезжают, ну, так бы туристы, они выезжают на территорию за Урал, а там вообще вся территория, клещевой энцефалит, и их вакцинируют, они уже спокойно едут. Но можно и любителям грибов, наверное, можно вакцинироваться у вас? Ну, можно обратиться в лечебное учреждение, и при наличии вакцины, конечно, могут сделать, потому что во главе угла все равно у нас стоят группы риска. А уж если вакцина останется в лечебных учреждениях, они, конечно, не отказывают никому. Ну да. Если есть. А такими способами еще, там, типа пакетов полиэтиленовых, что-то такое, как-то может защититься? От клещей? От клещей. А каким образом полиэтиленовый пакет? Его одеть или что с ним сделать? Ну, его надеть на обувь. Ну, нет, клещ-то он сидит на траве, он не прорвет, он сидит на траве и цепляется. То есть он может прицепиться и за брючину, по большому счету. Если там длинная какая-то рубашка, если высокая трава, то он может и за рубашку прицепиться. То есть и всегда нужно помнить о том, что клещ ползет снизу вверх. Он ищет укромные места, такие как паховые области, подмышки, где-то шея. Вот и период от того, как клещ вот зацепился и до того, как он присосался, где-то минут 20-30 проходит. То есть поэтому рекомендуют проводить взаимые самоосмотры через каждые 20-30 минут. И поэтому одежда должна быть такая удобная, чтобы можно было посмотреть. Ну и вот опять же повторюсь, нужно заправлять. Значит, если это курточка, то лучше в штаны заправить. Если это рубашка, чтобы были пригнаны манжеты, чтобы на головной убор обязательно был одет. Вот такая удобная и светлая одежда. Ну, судя по количеству заболевших, в общем-то, эти меры необходимо применять. Конечно, это необходимо и об этом необходимо помнить. Даже вплоть до того, что мы выходим на кладбище, там тоже, там же трава, там тоже. Очень много у нас вот этот период бывает. Мы же собираем информацию, где произошло присасывание клещом. Вот чаще всего происходит при посещении леса, дачных участков, на территории городских парков, скверах, кладбищах, турбазах уже меньшее количество, потому что турбазы, как правило, уже начинают заезжать, когда период активности спадает. Это, во-первых, а во-вторых, все турбазы, они проводят обработки, противоакарицидные обработки. Это у них обязательно, это по требованиям санитарных норм. Без этого они не могут открыть свой сезон заезда. Ну ладно, мне, собственно говоря, честно говоря, плевать на все ваши рекомендации. Мне интересно, а что я получу, если я вот наплюю на все это, что я получу взамен? Ну, укусил клещ. Ну, не могу сказать, что 100% можно заболеть. Да, он заболел. Но если вы заболели, то если это клещевой вирусный энцефалит, и не обратиться за помощью, то это может привести и к инвалидизации. Это что такое? Это будет и параличи, то есть не ходить, не смогут, не сможет человек, не двигаться. Да, то есть это очень серьезное заболевание с поражением, опять же, повторюсь, центральной нервной системы. Если боррелиоз, тоже не обратить внимание, то это то же самое потом может привести. Сначала он как бы вроде проходит как, ну, такое покраснение, а потом идет осложнение на суставы. Начинает опухать суставы, и опять же человек не сможет двигаться. Это болезненно и проблематично, уже не лечится. При заболеваниях температура повышается? Конечно. Повышается температура тела, поламывание. Ну, это больше, конечно, клиницисты опишут. Мы как бы, у нас профилактика, но в то же время у них есть ряд признаков, на которые они обращают внимание. Ну, и в частности, это эпитанамность обязательно должен быть собран. Чтобы, ну, и в то же время самим необходимо как бы помнить, что было присасывание клеща, да, и вы не обратились. Вы знаете, с собой такой грех, что вы не обратились, наплевательски отнеслись к своему здоровью. Поэтому вот нужно медиков нацелить, что вот, а у меня вот там 2-3 недели назад было присасывание клеща. Поэтому вот, и тогда им проще будет провести диагностику. Возьмется кровь, отправится опять же в Самару, и там посмотрят уже, есть ли это заболевание или нет. А если я в ванну нырну, вот после леса опущусь там в ванну, они все равно не задохнутся? Нет, они не задохнутся. Так что все-таки надо смотреть. Конечно, строение клеща таково, что все предусмотрено, чтобы ему не погибнуть. Не обманешь его, да. Ну вот лес у нас ассоциируется, самая такая опасность, это клещи. А чем еще опасен лес? Ну лес у нас опасен еще чем? У нас там есть и змеи. Я? Змеи. У нас гадюка, которая в нашей полосе распространена, и у которой тоже период активности, как бы так называют, брачный период, это май-июнь. А вот бывают случаи ежегодно обращения в лечебное учреждение по поводу укуса гадюки. Гадюки. И в Сызрани бывают, но это чаще всего, конечно, районы, поскольку там вот загородные лагеря, турбазы, опять же, это лес. Это кто? Ну опять, может быть укус в лесу, там, в Шигонском районе, грубо говоря, обратиться в наше учреждение в Сызрани. Но опять же, в лечебных учреждениях есть специальный препарат, как сыворотка антигюрза. Когда после укуса нужно обязательно обратиться за лечебной помощью, и медики введут вот эту вот сыворотку. А рамку поджигать? Это такой метод мне неизвестен. Ну, есть такое, когда спички, головками спичек, вспышка очень сильная, и высокая температура разрушает яд. Но лучше, конечно, предупредить. Конечно, но также вот есть такое заболевание, как геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, который тоже можно заразиться при посещении леса. Но, к счастью, территория вот наша, территория Шигоны, Сызрань, Октябрьский, вот кто еще, Сызранский район, она не эндемична по этому заболеванию. А вот север, так скажем, и восток нашей области, вот там это заболевание регистрируется ежегодно и в больших количествах. Чем это заболевание опасно? Оно приводит к тому, что, ну, во-первых, это интоксикация, да, а во-вторых, развивается острая почечная недостаточность. Это уменьшается количество выделяемой мочи вплоть до полного прекращения. Ну, и, соответственно, тяжелые формы заболевания, которые представляют собой опасность для человека. Вот, в области, опять же, повторюсь, ежегодно регистрируется, ну, более где-то 100 случаев. В этом году вот у нас всплеск заболеваемости. Это связано с тем, что активность грызунов увеличилась. Грызуны, грызуну тоже опасны. Это полёвки, да, они, вот дело в том, что они выделяют вирус, то есть они заражаются через клещей, опять же, через тех наших любимых клещей. Грызуны через клещей, а у них она протекает, как бы, форма заболевания, как латентная, так, бессимптомная. Скрытая. Скрытая, да. И грызуна уже с мочой, со слюной. Происходит заражение вот и травы, и дачных участков. То есть бесконтактные вообще? Это, знаете, как больше идёт воздушно-полевой путь передачи. Не контактируя с грызуном, мы можем заразиться ГЛПС. То есть вот мы пришли на пикник, разложились, да, на травку там что-то у нас упал, помидорка там или огурчик. То есть мы не придали этому значению, подняли, положили опять на ту салфеточку, да, и скушали, и можно заразиться вот этим вот нехорошим заболеванием. Поэтому необходимо всегда мыть руки, не забывать об этом, мыть овощи, фрукты, ну, стараться, чтобы они не попадали на траву, там, на... Ну, естественно, когда, если поляну накрываешь, то надо накрывать продукты, которые там есть. Конечно. Можно также заразиться при уборке наших дачных... Сейчас, секундочку, по поводу лихорадки. Какие первые причины, признаки заболевания? Ну, всё то же самое. Это озноб, повышение температуры, появление сильных головных боль, ломота в мышцах и суставах, потеря аппетита, общая слабость, а потом уже присоединяются боли в пояснице, в животе, и далее то, что я уже сказала, это анурия, ну, отсутствие мочи. И бегом в поликлинику. И бегом, да, 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 бегом в поликлинику. Я вас перебил, вы продолжали. Я хотела сказать на меры профилактики, поскольку специфическая профилактика, в отличие от клещевого энцефалита, специфическая профилактика ГЛПС отсутствует. То есть никакой вакцины, никакого иммуноглобулина у нас нет. Поэтому нужно предупреждать заболеваемость, ну, какими-то другими мерами. Это, во-первых, для отдыха нужно в лесной зоне выбирать открытые места. Продукты питьевую воду хранить в плотно закрытых емкостях. Перед курением, употреблением пищи обязательно мыть руки, даже на природе. Нужно предусмотреть, чтобы были с собой какие-то емкости, там, термосы или еще что-то с водой. При этом использовать проточную воду или воду, только принесенную с собой, поскольку водоемы тоже могут быть заражены. Уборочные работы на приусадебных и дачных участках, связанные с пылеобразованием. Мы приходим все на дачу, начинаем убираться, интенсивно подметать, поднимаем пыль. Нужно проводить все-таки в одноразовых масках. Предпочтительно проводить уборку влажным методом, без предварительного выметания пыли, чтобы не поднимать вот эту вот всю заразу, так скажем. Работать в перчатках и после работы обязательно вымыть руки с мылом. Обеспечивать грызунную непроницаемость в постройках, расположенных вблизи леса. То есть это чтобы не было щелей в порогах, в дверях, чтобы соблазна не было у грызунов проникнуть в ваше помещение. И следить, не появились ли, да, вот за этим тоже обязательно нужно. И регулярно проводить, вот как называют, грызуно-истребительные мероприятия, ну то есть раскладывать приманки, ну уничтожать. Не допускать образования свалок, бытового мусора, пищевых отходов, сухостоя, валежника. Да, вот там вот у нас грызуны интенсивно развиваются и в соответствии с этим проходит их, популяция увеличивается и они размножаются быстрее. Поэтому вот все те меры, которые, это не требует никаких финансовых затрат, это только требует санитарной культуры. Ну ручные затраты. Ну ручные затраты, а санитарная культура, самое главное, это мыть руки. Ну сказал бы, такой вот простая вещь. А мы про нее забываем. А мы про нее забываем. Ну чем еще опасна природа, я имею ввиду дальше вплоть до садика под домом, это грибы. Я читал про случай, описывалось, когда два друга пошли в лес. Ходили, 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 ходили. И единственное, что они могли найти, это мухоморы. Давайте сейчас вот перед тем, как я вам расскажу, что произошло дальше, давайте прервемся на новости. Итак, новости закончились, давайте вернемся к нашим мухоморам. Это были опытные грибники, они знали, что грибы надо кипятить, и во многих водах они мухоморы промыли, прожарили и съели. Ну, коль они рассказывают об этом, значит, остались живы, и никаких проблем вроде бы у них не было. Вот насколько это реально, или это из серии рассказов охотничьих? Ну, как говорят, что любой гриб самое главное правильно приготовить. Ну уж не знаю, насколько правда насчет мухомора, но мухоморы, яд, все-таки психотропное действие, галлюциногеном обладают, поэтому, может быть, его некоторые употребляют в пищу, чтобы получить определенные ощущения. Но есть такие грибы, например, как бледная поганка, которую хоть как не обрабатывай, как ее не вари, ее яд не разрушается ни при каких условиях, и она очень опасна для человека. То есть, если гриб, вот белая поганка, попала среди других грибов, и она, законсервировали ее, то здесь, к сожалению, второго не дано. Здесь летальный исход однозначный. Ну, коль мы заговорили о грибах, а грибы это, в первую очередь, конечно, это жареха, а во вторую очередь это консервирование. Вот какие опасности можно ждать от грибов консервированных? Ну, в первую очередь, это, конечно же, ботулизм. Ботулизм развивается у нас в среде, так скажем, анаэробный, это когда не поступает кислород. Анаэробный, это имеется в виду, когда бактерии... Это нет доступа кислорода. Нет, когда бактерии питаются кислородом. Да, то здесь споры. Бактерия сама, она быстро погибает, так скажем, да, а там споры сохраняются. Вот они, потом в анаэробных условиях, безвоздушных, да, они прорастают и выделяют токсины. Вот если было неправильно законсервированы грибы, то есть как неправильно? При консервации, для отбора на консервацию грибов обязательно нужно смотреть, чтобы не было червивых, чтобы не было там каких-то гнилых грибов, чтобы обязательно были чистые грибы, чтобы не было песка. С мясом грибы не допускаются. С мясом грибы нет, с начинкой не допускаются. Обязательно, чтобы были хорошо промытые грибы. И в то же время правильно приготовленные, то есть прокипяченные в нескольких водах, правильно вы сказали. Неважно, какой гриб он, съедобный, несъедобный, все равно кипятить его нужно в нескольких водах. И там не 15 минут, а больше. Вот, и все-таки, вот если вы все это соблюли, и достали баночку грибов, и видите, что у нее крышка вздута, такие грибы лучше в пищу не употреблять. Ну уж если очень хочется, то нужно их прокипятить. И прокипятить повторно на не менее 30 минут. Но я бы рекомендовала лучше такие грибы выбросить. Как я правильно ли я вас понял, если крышка вздута, то это признак ботулизма. Это признак того, что что-то с вашей консервацией не так. Это не только, ботулизм у нас может не только в грибах быть. Он может быть в консервированных помидорах, в консервированных огурцах, может быть в компотах, если неправильно приготовить и допустить, вот гнилые там еще какие-то, то есть салаты, которые, все, что мы консервируем на зиму, овощи, ягоды, фрукты, то там везде может быть ботулизм. Но чаще всего, конечно, это грибы. И, к сожалению, у нас случай ботулизма в городе регистрируется ежегодно, но чаще всего при употреблении вяльной рыбы. Но вот в прошлом году у нас был случай с количеством пострадавших 9 человек, где источником послужили грибы. Грибы законсервированные. И, к сожалению, крышка, как со слов, была все-таки вздута, но решили, что ничего страшного не произойдет. Но, к сожалению, там даже были случаи, закончившиеся летальным исходом. Своевременно не обратились за медицинской помощью. – Отсюда вот то, что вы сказали, это, конечно, все интересно. И вот я думаю, что если нас угощают грибами, кто-то из знакомых, в консервированном виде, да, собственно, или в любом, наверное, есть смысл в обязательном порядке прокипятить их. – Ну, желательно, да. – Или прожарить. – Или прожарить, или прокипятить, то есть провести повторную термическую обработку. – Которую сохранить нам жизнь, между прочим. – Конечно. – А по рыбе, ну, по грибам мы вроде бы разобрались, по рыбе можно как-то определить, сушеная рыба таит в себе какой-то гостиница такой, в кавычках, или нет? – Ну, к сожалению, вот по рыбе определить мы никак не сможем. Не имеет никаких внешних признаков, что там рыба поражена ботулизмом. Вот когда промышленность, они контролируют, вот рыбная промышленность, да, они сушат рыбу, и они от партии сдают на анализ в лабораторию и смотрят на ботулотоксин. Но не в нашем, наша организация не проводит, у нас сейчас другая организация, которые, и они проводят, вот в рамках, так скажем, производственного контроля, они смотрят, поражена у них или не поражена рыба. После уже того, как они её посолили, посушили, вот. А вот сложнее дело обстоит, так называем, частниками. Наш город стоит на Волге, рыбаков у нас много, каждый считает себя специалистом по засолке рыбы, но, к сожалению, это оказывается не так. Вот ежегодно, но вот что характерно, это где-то май, начало июня, вот регистрируется в случае ботулизма с употреблением в пищу вяленой рыбы. То есть, вот с чем это связано? То ли с тем, что неправильно засаливают, то есть должна быть определённая концентрация соли, чтобы этот ботулотоксин как бы разрушить. Потом должны быть определённые условия засушки, вот, то ли не до конца просушенная рыба, но вот чаще всего идёт вяленая рыба домашнего приготовления, которые пришли, порыбачили, посолили у себя на чердаке, там, если частный дом, посушили, скушали и получили ботулизм. А свежую рыбу? Свежая рыба не опасна. Кушать можно? Можно. Свежую рыбу мы не едим её, так скажем, в сыром виде. Мы её прожариваем. Нет, я как раз говорю о свежей рыбе в сыром виде. Но в сыром виде там не страшен ботулизм. То есть, вот есть, нас угощали с свежевыловленной рыбой, и мы приезжали в гости к товарищу, и он прямо взял её посолил при нас, и где-то минут через 15 угощал, с удовольствием поели, вот, как видите, живы остались. Свежая рыба таит в себе другие опасности. Это такие, как паразитарные заболевания. Через рыбу мы можем заразиться дефилобатриозом, апистархозом. То есть, если у неё термически необработанную рыбу скушать, то мы можем получить себе порцию, так скажем, паразитов. Паразитов. Да. Которые обитают не только в брюшной полости, но и в мышцах рыбы. И в самих мышцах, которые мы не увидим. Которые мы не увидим, только которые потом мы по своим каким-то ощущениям поймём, что у нас появился сосед, который живёт в нашем организме. Татьяна Владимировна, вот у меня такое ощущение, что я живу с револьвером, в котором один патрон, всё время кручу барабан и нажимаю на спусковой крючок. Выстрелит или не выстрелит. Эта русская рулетка касается вообще буквально всего. Леса, базара, рынка. А вот наш рынок, когда мы покупаем на рынке, мы как-то гарантируем свою жизнь от заболеваний, от рыбы. Если рынок, как бы скажем, стационарный, не в местах неустановленных торговли, а именно установленной торговли, там есть ветеринарные лаборатории, которые проводят экспертизу всей продукции, которая поступает на рынок. То есть в том числе и рыбу. Они смотрят на паразитарные, они смотрят и мясо на паразитарные. То есть без клейма, без их разрешения, торговля не разрешается. А где клеймо-то на рыбе ставят? Они там, на рыбе не клеймо. На рыбе там у них какие-то свои. Но это вопросы ветеринаров. Они контролируют. Все, что сырое, это ветеринары. Но мы же не гарантируем, там рыбак наловил рыбки, засорил, пришел, со связкой продал. Он со связкой там, они и не стоят. Там есть ярмарка, на которой продают выращенные на своем огороде. То есть рыбак там по большому счету сам лично не должен появиться. Но рыбы торгуют. Но торгуют в других. Там рыбы, там стоят, там стоят рыбы торгуют, но они все кто-то, либо индивидуальный предприниматель, либо, но нет участников как таковых, там все либо юридические, либо индивидуальные предприниматели, у которых есть разрешение, есть и на отлов, и на приготовление, и на торговлю. Вот там такие. Я говорю, то, что на рынке, все контролируется ветеринарной службой. Вы сами любите грибы? Да, очень. Ну, во-первых, откуда вы их получаете? Я из Шигонского района. Нет, вы собираете грибы? Я и собираю грибы, и сами заготавливаем, мои родители заготавливают грибы. То есть мы грибы употребляем только те, которые готовим сами. Либо от тех лиц, которые я уже знаю, у которых много лет, например, меня угощают, или у которых мы покупаем, но уже как бы у проверенных. Вот на рынке я грибы, конечно, покупать не буду, которые закручены. И вот такие грибы, так как опята, например, я тоже боюсь покупать, потому что уже когда сам гриб, берешь ты каждый грибок просматриваешь, а когда покупают, нет уверенности, что там не попал сложный опенок или поганка. Ну и когда они подвялены, они уже... Да, они уже... Вид не тот, и уже определить, что здесь, это труднее. Поэтому я лично грибы не покупаю. Есть такие грибы, они называются зонтики. Многие жители к ним совершенно равнодушны. Мало того, что не собирают, вообще их пинают, хотя грибы неплохие в жароне, в жаровке. Знаете такие грибы? Я такие грибы знаю, но мы такие грибы не собираем. Мы собираем только те грибы, которые нам известны, как мне передавала бабушка моя, моей бабушке, ее бабушка. То есть, это такие, как грузди, опята, рыжики, маслята. Ну, то есть, те грибы, которые известны своим происхождением. Татьяна Владимировна, ну, вот мы как-то привыкли, живем мы в Сызане уже давно, 330 лет будет, как мы в Сызане живем. Я вас поздравляю с этим праздником, с этим юбилеем. Спасибо. Ну, как-то вот у нас все устоялось, устаканилось, но в последнее время, последние годы нас все чаще и чаще тревожат каким-то экзотическим заболеваниями. Вот по вашей области что-то новенькое есть, такое пикантное и неприятное очень? Ну, вот, как я уже выше указывала, в прошлом году у нас в области было зарегистрировано 4 случая лихорадки западного Нила. Название довольно-то экзотическое, казалось бы, где Нил, а где Самарская область и Сызрань в частности. Но в связи с тем, что все-таки у нас очень сейчас развит туризм, люди выезжают в разные страны, в различные, в связи с этим вот такие вот заболевания у нас начинают регистрироваться. Но хочу сказать, что она ничем особенным не отличается от лихорадки. Это у нее название красивое, а на самом деле она протекает как обычный гриб, к которому мы уже привыкли. То есть повышение температуры, ломота в теле, значит, это головные боли, там суставы начинают поламывать. Но единственное, что здесь должно настораживать, гриб, как мы уже привыкли, у нас заболевание идет осеннее, весеннее, зимнее. В основном зимой, как осень-зима заболевает. А лихорадка западного Нила, она характерна вот именно для лета, для летнего периода. И опять же, нужно обращать внимание на то, что лихорадка западного Нила развивается после укуса клещами, комарами. Если сложность еще в чем заключается, что если клеща, все-таки мы, это сенсация, мы увидели, мы его сняли, мы заметили, а комары нас кусают по несколько, сот, сот раз в день, а то и в ночь. Самое страшное. Да, самое страшное вот в этом вот. Поэтому сейчас медицинские работники насторожены в этом плане. То есть, если идет какое-то необычное заболевание, вот нетипичное для этого промежутка времени, то они начинают обследовать уже на данное заболевание. А так, лето нам чем грозит еще, может быть, малярия, поскольку в Самарской области также регистрируется уже эндемичный случай малярии, то есть, не завозные, если раньше у нас откуда-то приехали, с Африки или еще откуда-то, с Азии, с Таджикистана, в случае малярии у них регистрировались, то сейчас это можно заразиться спокойно на территории Самарской области. наши комары, они уже являются переносчиками, поскольку, опять же говорю, на нашей территории очень много мигрантов. Вот он укусил одного, следом он перелетел и укусил другого. Не надо говорить, не надо. Вот тут я с вами готов поспорить, не нужно сваливать беды, которые нам приносят женщины на мужчин. Я читал, я думаю, что это верно, что кусают нас комарихи. Это самка комара, согласна, да. Комар вообще сам в себе безобиден, он питается нектаром цветов, а кусает комариха, поскольку она должна продолжить, она должна отложить яйца, ей для этого нужно питаться кровью. Кровью. Ей нужна питательная среда, так скажем, поддержать свои жизненные силы, чтобы для продолжения рода комариного. Я думаю, что из 10 мужчин, ну не буду говорить сколько, но добрые половины наверное скажут то же самое и про жену. Это конечно шутка. Ну, в наше время подходит к концу, я бы хотел вас спросить Роспотреб отзор. Можно сказать, что он стоит на страже нашего здоровья. Конечно. Профилактика заболеваемости. Профилактика профилактика это через наше сознание, в первую очередь, которое ну честно говоря не совсем сознательное. Не совсем сознательное. А ваша организация проверяет, проходит исследование поступающих продуктов, там рыбы, грибов, еще чего-то. Потому что раньше как бы я помню был более строже. Ну, к сожалению, вот сейчас все это отдано на откуп самих юридических лиц, производителей. Производителей. Хочет будет, хочет не будет. Как бы сознательность. Ориентирована на их сознательность. то есть мы уже не осуществляем такого надзора, какой мы осуществляли лет лет назад. Нас ограничивают и законодательство. Проверки у нас только раз в три года плановые. Выходим на внеплановые проверки по заявлениям, обращениям граждан. Это обязательно. Но вот так вот, чтобы как мы раньше проводили внезапные проверки. Да. Это нам сейчас запрещено. Понятно. А я могу вот скажем вам позвонить и уточнить календарь ваших проверок. У нас на сайте размещен. У нас на сайте наше управление. Я к чему это говорю? То есть вот я посмотрел календарь, ага, вот вы 30-го числа проверяли тот-то. То есть я начинаю приходить, но там мне какое-то время надо, скажем, пять дней на ваше исследование. То есть я могу через пять дней и какое-то время пользоваться этой продукцией. Но в принципе да, потому что при проведении мероприятий по контролю, если то это производство именно, то мы берем в рамках своей проверки, мы берем эту продукцию на исследование. То есть они в это время будут стараться делать более... Надеемся. Но это грустно. Ну, к сожалению, это так. Я порой не понимаю наших законодателей, которые совершенно нет чувства ответственности за население. Но мы, к сожалению, не можем обсуждать законодательство. Ну, я могу как гражданин Советского Союза. Мы как госслужащие это не имеем права делать. Да. А почему я вам задал этот... Я специально его задал. Я хотел, чтобы вы озвучили уважаемые радиослушатели. Как вы понимаете, законодательство не стоит на страже наших интересов. Отсюда вывод. Никто о нас не позаботится, если не мы сами. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательными. Не играйте в русскую рулетку, где в барабане не один патрон, а пять патронов или четыре, а ситуация такая, что или там, или там. Надо следить за сроком годности того, чего вы покупаете. Где покупаете? Где покупаете? Не всегда дорогое лучше. Есть люди, которые дорогой значит лучше. Это не всегда так. Дорогое залеживается дольше. Вот я мужчина, а вы женщина. Вам на своем опыте. Я стараюсь брать подешевле, потому что я смотрю, дорогое. Итак, уважаемые радиослушатели, спасибо, что вы были с нами. Любите себя, будьте бдительны, как говорил Карл Гашек в свое время, очень-очень давно. Он говорил о другом, но будьте бдительны во всех торговых учреждениях, и на улице, и в лесу, везде, и даже у себя дома.